В единственном регионе контактном зоопарке пополнение, а не обычный подарок для окружных детей, сделал депутат Государственной Думы Рослав Нилов. Привезти в Наринмар двух кроликов из Смоленской области народный избранник обещал еще в августе. Своё слово парламентарий в итоге сдержал. Подробности прямо сейчас. Он с задними лапами не усиливает задние лапы. Конечно, я и говорю, потому что их надо сзади в этом держать. О, закрываем. Для новых жителей зоопарка здесь уже все готово. Клетка на двоих и любимое лакомство – свежая морковь. У нас в основном здесь декоративные кролики, а эти кролики мало того, что еще и размножаться могут. Может быть, принесут не только красоту в наш клуб, но и прибыль какую-то, если мы начнем плодиться и размножаться и будем продавать. Подарок очень хороший. Они необычные, белые, с красными глазами, в отличие от наших маленьких, они крупные. Как считает депутат Государственной Думы Ярослав Нилов, посещение контактного зоопарка приносит большую пользу развитию детей. Одно дело – формировать представление о животном мире по картинкам и рассказам, и совсем другое – впечатление от общения с представителями живой природы. Надо благодарить за то, что есть такие некоммерческие организации, есть такие люди с активной гражданской позиции, которые занимаются животными, которые создают, которые творят и которые создают условия, позволяющие особенно нашему подрастающему поколению, которые живут, так же, как и взрослые, в мире перенасыщенным отрицательными эмоциями и негативом. Прийти сюда и ощутить, и в себя впитать вот эту атмосферу доброты, сочувствия, сожаления, и своими руками потрогать, покормить, поухаживать и понять, что это братья наши меньше, они где-то беззащитны, где-то нуждаются в поддержке, в заботе, во внимании. Это одни плюсы. Сейчас в мини-зоопарке постоянно проживают пять лошадей, корова, свинья, енот, козы, курицы, кролики и енотовидная собака. На днях к ним присоединятся еще два питомца. На следующей неделе отправляемся за ослицей лавандой. Наши дети очень долго ждали ее, с мая месяца. И конь идальга мерин, это топега и масти, мизенская порода, адаптирована тоже к людям. Он будет приготовлен для детей с гипотерапией, потому что лошади нужны здесь маленького родства, у нас в основном племенные, все высокие. Навестить животных в единственном в округе контактном зоопарке все желающие могут ежедневно с 12 до 16 часов, совершенно бесплатно.